День открытых дверей 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 Дети и родители могут попробовать, что их ждет. Ну, а набираете детей, да? Проводите какой-то конкурс или любой желающий может прийти записаться? Нет, у нас конкурса нет. Мы с радостью принимаем всех. Ну, то есть есть слух, нет слуха, у ребенка это совершенно не важно. Наша задача – выявить, развить все способности, которые есть у ребенка. От 3 до 7 лет, 4 года позволяют это сделать. И если ребенок талантливый, и если он хочет заниматься углубленной хореографией, значит, он пойдет по этой стезе. Какие методики используете при занятии с детьми? То есть как строятся занятия? В основе у нас программа хореографических училищ. Но эта программа адаптирована к нашему нежному возрасту. Дело в том, что наши педагоги имеют высшее профессиональное образование. Они все имеют опыт работы на профессиональной сцене, 20-летней. И поэтому очень хорошо знакомы с этой программой. Классического, народно-сценического, историка бытового танца. И ничего большего пока не придумали. Мы берем все оттуда, берем в том объеме, который нам по ногам. А сколько педагогов у вас сейчас? Три. Три педагога. В том числе и вы. Да, конечно. Расскажите тогда немножечко о концертах, фестивалях. Как часто приходится время тратить на это? В конце учебного года непременно у нас бывает отчетный концерт, в котором участвуют все. Все, кто пришел в данном году в студию. Дети, которые постарше, которые имеют уже какой-то репертуар, они более часто участвуют в концертах, в мероприятиях дворца и в других концертах. Ну и, конечно, мы участвуем в конкурсах, в фестивалях. Мы были победителями международного фестиваля «Шоу Мир». В этом году победили во всероссийском конкурсе «Шаг к мечте» в номинации «Степ». Ежегодно участвуем в «Степ-марафоне». И есть еще один замечательный фестиваль, о котором мне хотелось бы вам рассказать. Этот фестиваль называется «Созвездие Россия». Инициаторами его проведения является театр «Корона русского балета» и руководитель этого театра Анатолий Емельянов. Суть состоит в том, что дети участвуют в спектаклях балетных на одной сцене с профессиональными актерами. И это очень хорошая школа, это очень интересно, это очень полезно детям. Мы танцевали вот уже с «Короны русского балета» «Лебединое озеро». Мы танцевали в вальс в первом акте. В третьем – неаполитанские, испанские и русские танцы вместе с балеринами. И еще участвовали в «Вечере одноактных балетов». Это был падекатр, кармен-сюита и половецкие пляски. По-моему, незабываемое впечатление осталось у детей от этого проекта. Еще мы принимали участие в новогодних баллах мастерской балеты Егора Симачева. Это тоже очень интересный проект. И тоже там мы танцуем с профессиональными артистами, с солистами Большого театра, с солистами ансамбля Моисеева. Вот приблизительно такая у нас жизнь творческая. Жизнь творческая, понятно. Вы уже сказали о том, что для взрослых занятие танцами полезно. То есть это развивает, наверное, какую-то физическую силу, фигуру. А что касается детей, чему учат танцы, каким качеством, какие качества в детях раскрываются при занятии танцами? Ну, если говорить о физиологии, то это развитие физических данных, это эластичность связок и мышц, это подвижность суставов, это хорошая осанка. Но танец это гораздо большее. Это в первую очередь танец, это когда поет душа. Нельзя рассматривать танец только как физические упражнения. Здесь очень важно трудолюбие. В танце задействована работа и тела, и ума, и души. И поэтому дети знакомятся с музыкой, с историей танца, с историей костюма. Они учат танцы разных эпох, танцы разных народов. Все это обогащает их. То есть не только физическое, но и... Нет, несомненно. Да, но еще какой-то духовный рост у детей. И интеллектуально, и духовно. И на самом деле вот именно этот синтез, он дает самый большой результат. Человек задействован вот сразу, одновременно. И сколько нужно потратить лет для того, чтобы научиться танцами, чтобы стать выпускником вашей студии? Ну, подходит момент, когда, наверное, в 12 лет. Кто-то раньше заканчивает обучение. Бывает и такое, что кто-то позанимался год-два, а потом либо выбрал что-то другое, либо, я не знаю, по разным причинам. Но, в общем-то, от нас уходят нечасто. Нечасто? Нет. И возвращаются те, кто ушли на другую стезю. То есть, ну, а есть, например, дети, которые занимались классическим танцем, потом занимались современными, и потом возвращались обратно? Ну, скорее всего, возвращаются те, кто уходит в музыкальную школу, в художественную школу. Трудно бывает совместить танцы и вот эти школы. Но потом, по прошествии времени, они обязательно возвращаются к танцам. Иногда они к нам приходят, иногда они приходят в другие танцевальные студии. Важно то, что у них есть потребность в движении, у них есть потребность в танцах. В наше время, согласитесь, это важно. Ну, безусловно. Век компьютеров. Век компьютеров, телевизоров и так далее, и так далее. Заниматься танцами, я думаю, что это дорогого стоит. Есть еще такой вопрос о времени, да, время занятий, когда? Мы занимаемся вечером. Вторник, среда, пятница и утренние часы в субботу. Вот эти четыре дня, когда мы занимаемся, после пяти часов, с пяти до восьми. То есть три часа проходят занятия? Ну, пяти, да. Нет, занятия у нас один академический час в день. Вот таким образом у нас строится. То есть получается час двадцать, по-моему. Ну, сколько академический час у нас? Академический у нас сейчас сорок пять минут. А, сорок пять минут. Все. Три часа в неделю астрономических. Это старшие группы. И час младшие. Мне подсказывают, что не так много времени у нас остается с вами для беседы. Давайте тогда, есть у вас уникальная возможность пригласить детей. И уже мы, как выяснили, их родители прийти к вам в студию и заниматься танцами. Вот, пожалуйста, эта камера ваша. Дорогие друзья, приглашаем вас в детскую хореографическую студию «Светлячок». Приходите, будем вместе танцевать, творить. Белости просим. Вторник, пятница, с пяти до семи. ДК Подмосковья. Класс 357. Ну что же, дорогие друзья, я напоминаю вам, что сегодня мы беседовали со Светланой Федоровной Зориной, руководителем детской хореографической студии «Светлячок». Спасибо вам за то, что выбрали время, пришли, поделились с нами информацией. Для вас сегодня в студии работал Максим Мельников. До свидания и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»